Все телефоны старые, ну, понятно, я бы её, конечно, пригласил, если бы она... Ну, телефонов новых нет у меня, к сожалению. Можно в интернете найти. Ну, если продолжить вопрос о право-полушарном и левом... Ну, если грубо говорить, левое полушарие – это логика, правое – это чувство, да. Ну, там ось, там не только левый затылок, правый лоб, и наоборот, это ось. Это всё равно когнитивное и вербальное. И ведь сейчас вот этому правому полушарию уделяется большое внимание. Это и арт-терапия, это и диагностика, это бизнесмены учатся рисовать не для того, чтобы стать художниками, а для того, чтобы получать идеи, новые идеи, новые креативные направления. И за этим будущее. И когда есть технологии развития, вот, допустим, говорят, что в человеке много негатива, каких-то проблем. И, значит, нужно вот вылить эти проблемы негатив на бумагу и сжечь. Ну, это такой вот ритуал. Ну, это мне напоминает, это был такой армянин, он с культурной портретой делал, психолог. Я, Гарик, фамилия, ну, в общем, мы с ним встречались, Галина Васильевна Таратенова, которая вы институте в Вашемемемеме, у нас с ним там, и, в общем, у нас контракт, всё такое. Значит, что они делают? Они психопатологических больных, они загоняют в пластилиновый портрет, лепят, психотерапевт профессиональный, лепят его маску. Вот, кстати, там вот есть маски, вот они висят. Мы, которые в институте высшей нервной деятельности, я уже лепил этих сотрудников института высшей нервной деятельности. Вот, и я, конечно, не как больных их лепил, а как просто им было интересно. Ну, как римский портрет. Это или маски, или скульптуры, что это было? Это были маски. Плывала пластилиновая маска, вот как посмертная. И вот он лепит, психотерапевт, и он начнет загонять болезнь. И на какой-то момент эта болезнь как-то берет и туда. Ну, это типа куклы гуда. Это перенос. Перенос, да. Вот, ну, я просто вспомнил вот по поводу того, что вы сказали. Вот как раз. В общем, методик очень много. Они разноплановые, и с этих боков пытаются, и с этих боков. Но вот если резюмировать, какой-то итог подвести. Все-таки, вот как вам кажется, вот, Сергей, можем мы как-то артикулировать что-то конкретное в этом плане? Или 30 лет прошло, а ну его... Ну, вот меня, честно говоря, опыт отца, вот то, что я вам рассказывал, не опыт отца, а тот образ, который он показал, меня как-то вдохновил. Что вот это творчество, индивидуальное творчество, которое сейчас в загоне, оно фактически, ну, как-то так или иначе, оно, в общем, возродится. Вот как вы считаете? Здесь почему-то сделан акцент на цифру, да? Да. Ну, вот как отец показал, я сам противник цифры был. Здесь дело в том, что есть опасность. Почему? Потому что, если даже глава католической церкви, папа римский, да, объявил, что надо молиться на цифру, на цифровой образ дьявола, понимаете? Вот в чем фишка-то. Почему дьявола? Вот. Ну, я не знаю, почему. Я тоже был противником, например, так же, как и вы думали. Но вот реально просто... Дело в том, что вот как раз вчера я был под впечатлением этого самого Бесогона, вот, и то, что пытаются сделать с нашим образованием, а я 10 лет преподавал в художественном колледже, вот, и, конечно, честно говоря, отрок берет. Именно, и вы знаете, да, что вот все эти гаджеты, они... Мозг перестает развиваться. Понимаете? Вот все картины, они красивые, что вот эта вот голограмма, все... Но фишка в том, что объем мозга уменьшается, креативность уменьшается, и человек становится аутистом. Нет, нет, тут упор... Я не то, чтобы оправдываясь, как я понял, да, вот там упор на что идет? На то, что как раз вот эта вот система интерфейс мозг, компьютер, да, то есть она позволяет прямую обратную связь наладить. То есть фактически человек, тот потенциал, который в нем заложен, и главное стремление в каждом есть развивать личное творчество, вот это реализуется. То есть именно это, так как у нас все продает, все покупается, это наиболее главная мотивация личное творчество. Ради чего жить-то, собственно? Могу оспорить. Вот человек приезжает, продвинутый человек приезжает к шаманам Перу, да? Или, по-моему, в Северную Америку, да? И у него... Нет, Перу, да. И у него полное... Представляешь, это дикари. А вот он приехал с интернетом, он крутой, все. И потом, когда он знакомится с практиками, он понимает, что тот объем, который дает современный интернет, и то, что у этих дикарей, они общаются телепатически, им принадлежит Вселенная. И он понимает, что они развитие его. Понимаете? Вот в чем дело-то. Но, чтобы достигнуть его уровень, нужно заниматься физикой, нужно развиваться, и нужно сделать очень большой, как бы совершить, мало того, что в себе переворот и революцию, чтобы подняться до этого уровня. Понимаете? А как раз то, что предлагает вот это все современное образование, это оттупление. Ну, я думаю, что какие-то методики... И это Курпатов сказал. Курпатов сказал, господа. Это Курпатов сказал. Курпатов кто у нас? Психолог. А, понятно. Вот это исследование его современных методов... Ну, он такой... Оттупление. Немножко популярный психолог. Просто оттупление. То есть дети становятся аутистами. Все, у них мозг суживается. Да. Ну, а Борис, а вы тоже так думаете, да? Ой, Борис, что это я? Анатолий Алексеевич, как вы думаете? Ну, не знаю, из своей практики, если исходить. Ну, что же. Общественной деятельности, то... Ну, короче, вы не определились. В то время не было таких технологий. А, понятно. В общем-то, я не работал на этой теме. А, понятно. Алексей, ну, что вы можете сказать? Нет, наверное, здесь, как бы, не вся правда. Потому что, как бы, какая-то часть... Ну, мне, например, берет тот, когда вот идет ребенок, там, ему 5 лет там, он уже с телефоном. И потом мы же едем в метро, книг нету, газет нету. Все сидят с гаджетами, и все уже там. Там общение не происходит между людьми, как таковыми. Ну, честно говоря, вот вы все так на меня накинулись немножко. Если еще Малине скажет, что интернет – это гадость полная, и все это надо выбросить. Нет, вообще не скажу. Я скажу, что это шикарный инструмент для развития. Вот, она, наконец, меня поддержала. Это как нож. Его можно использовать во благо и во зло. Вот и все. Да, вот я считаю так, что все-таки это инструмент. У меня есть концепция государства умных детей. Вот как раз я считаю, что детки просто гаджет дадут. Родителям некогда заниматься. И у него начинает развиваться мир. Ну, если вводные данные правильные. И он просто свои «почему» не тупым родителям, каким-то там стеклодумом, ну, которым некогда детям. Стеклодум – это еще хорошо. Да, ну, условно говоря. В общем, он в интернет. И у него как раз импринтинг с интернета идет. Вот этот 3-5 лет импринтинговый период, когда ребенок тащит в свою голову все свои «почему» со всего мира, то и формирует свое сознание. У него расширенное сознание. И такие опыты показывают, что они, конечно, детки малоуправляемые, социумные становятся. Но, в конце концов, у них и IQ выше, и у них не то, что коэффициент, а, в принципе, они способны творческие задачи решать. То есть, у них расширенное сознание. Но вы можете оспорить это, да? Я понимаю. Я хочу напомнить, вот как развивается ребенок в рисовании. Первый год – это каляка-маляка, когда он просто рисует. Ну, он поле ищет, да. Свою эмоцию. Ему не важно, что там изображено. А в 2-3 года он понимает, что уже там круг – это лицо и так далее. А в 4 года родители там пытаются ему его подтолкнуть, сделать похожим на что-то. А потом уже к 5 годам он уже начинает иллюстрации, мультфильмы вводить. Но это уже когнитивный вход. Во-первых, вот смотрите, Алексей Григорьевич, дело-то в том, что Пиаже, вот что, ну, Пиаже в Игоцке – это исследователи детского интеллекта. Они считали, что интеллект… А в Игоцке вообще… Ну, В Игоцке – это школа историческая, культурно-историческая школа. В Игоцке – основа этой школы, то да сё. И в Игоцке Лурия Леонтьев – это там… В общем, до сих пор психология современная, она преклоняется. А что занимался В Игоцке? Созданием сверхчеловека вместе с Троцким. Значит, что имеется в виду? Вот есть дооперационная концепция, ну, вот и даже по Пиаже, дооперационная концепция интеллекта, есть энцомоторная стадия, потом есть формально-логических операций. То есть так, а где, спрашивается, творческий период? А где образное мышление? Они это называют дологическое мышление, образное, дологическое. Типа оно отмирает, и по Выгодскому как раз это всё должно отмереть, и сознание должно превалировать, и новый человек, новый тип, он всё из своего подсознания вычистит, и для него нет никаких тайн. То есть это построение вот этого сверхчеловека, как раз он занимался этой концепцией. Ну, и к чему это всё привело, это мы знаем. Как раз то, что недооценивалось образное мышление ребёнка, и оно под корпусы гонялось, под сознание. И потом выяснилось буквально в 20 веке, что оказывается это не всё не умерло, это подсознание, это индивидуальное творчество. И внутренняя речь есть, и внутренние образы у человека есть. И это всё присутствует у него. И у стариков это присутствует, когда социум уже не главенствует, и всё такое. Просто это было под спудом хорошо. И социум хорошо трамбует это всё. Не дай бог образное понятийное мышление. Да, и вот в 17-м году мы получили. Получили. Эксперименты, чёрные квадраты Малевича. И когда директор Третьяковых Трегулова говорит, вот, мы повесили, за миллионы купили седьмой вариант, мы повесили рядом два чёрных квадрата, вы можете фотографироваться. Это уникальное чувство, это вообще потрясающе. Это у неё чувство. И стояла очередь, я был на выставке, стояла очередь девушек, чтобы фотографироваться. Ну, девушкам, да, я думаю, не оскорбляю девушек присутствующих. Вот, в общем, важно чего-то сфотографироваться. Уже готовность была к такому пониманию искусства. Да. Ну, кто-то ещё добавил? Или мы тогда перейдём к следующему пункту? Ну, какое резюме-то? Всё-таки мы резюме никакого особого не сделаем. Я хочу напомнить слова Кандинского, который говорил о художниках, что художник платит трижды, в отличие от обычного человека. Прежде всего, за свой талант. Во-вторых, он, как и все люди, создают свою ауру мыслями, поступками, действиями. Она может быть и светлая, и тёмная. И своими картинами он уже тиражирует, вот, светлая или тёмная. И на творце лежит ответственность. И вспомнить можно судьбу, ну, известного Врубеля, допустим. Да. У него же талант, и у него как бы судьба ему давала. Там в Киев посылали расписывать храмы, там, мамонтов, жена. А потом родился ребёнок уже с заячьей губкой, намёк, что это... Не туда. Не туда. Вот. И вот, несмотря на это, он писал там, демон сидящий, демон летящий. То есть вы демонизируете, да? Считаете, что это демониана его погубило, да? И он в конце жизни, когда он потерял разум и ослеп, он понял причины вот своей судьбы, что он пошёл... Ну, вы так считаете, что это вот так было, да, Игорь? Ну, я думаю, там сложнее. Там сложнее. Во-первых, он во время, когда он занимался живописи, он прикладывался. То есть он любил себя немножко, так сказать, взбодрить. Взбодрить. И он этого не стеснялся. Это считалось нормой. И что происходит? Пока он был в силе, пока у него было физическое тело в форме, да, он удерживал очень большой объём, и его талант как бы соответствовал возможностям, да? Потом начался перегрев верхнего центра. Почему он сходит с ума и слетает с катушек? Потому что у него вот это заземление, которое должно было быть, корневая система, да, инь и янь, да, у него она слетела так же, как у Ван Гога. Что? Это постоянное напряжение мозга, постоянный перегрев. А как его, как его заземлиться? И вот этого ни у Ван Гога не было. Он работал на истощение. Там за два месяца он создаёт порядка 56 холстов. 56. Последние два месяца жизни он создаёт 56 холстов. Прилично. Просто он в день писал просто, ну, или за полтора месяца он 56 холстов. То же самое у Врубеля. То есть, во-первых, ну, у него всё-таки демоны, это всё-таки высочайшая эстетика. И его понимание, ну, это поэтический образ. И он как раз не несёт вот этой вот агрессии. Понимаете? У него всё-таки восприятие мира, оно всё-таки доброе. Мифологическое. И потом это Серебряный век, надо помнить. Он весь на мифологии построен. То есть, люди бежали в искусство, в поэзию Серебряного века. Вот от того ужаса, который Первой мировой, который вокруг творился. Но мы сейчас опять ушли. Да, ушли от темы. А потом вот Чёрный квадрат, Малевич и все критикуют. Ребят, ну, Чёрный квадрат – это отражение Первой мировой. Это и преддверие революции. Вот вам Чёрный квадрат. А кто сказал, что искусство кончилось? Это, по-моему, он же и сказал. Да, но, в принципе, в пистолетах, в кожаной курточке, который чётко следил за художниками, это очень непростая личность. Конечно. Вы Малевича имеете в виду? Конечно, Малевич, да. Он, по-моему, в наркомате культуры или в наркомате искусства как раз отвечал за идейную просветительскую работу. То есть, все эти бум-бум, кого он рисовал? Но, тем не менее, обратите внимание на его вот этих колхозников. Да, колхозников. Безликих, всё. Они стёрты. И это был очень честный ход. Очень честный ход. Он никогда не лгал, на мой взгляд. Ходил он там с Маузером, не ходил. Но как художник он... Александр, вот они сверхлюди. Вот в них можно закладывать, вот в эти образы, да, вот в эти вот безликие, можно закладывать коммунистические идеи, фашистские идеи, какие угодно, нацистские. Вот этот образ сверхчеловека. Чем сейчас и занимаются. Ну, крестьянин обезличенный. Да, да. Ну, то же самое, то, что происходит сейчас, когда, как бы, через гаджеты, через всё, вот это обезличивание человека. То есть он, не надо знать историю своей страны, не надо знать историю, там, родитель номер один, родитель номер два, да, и так далее. То есть ты просто, ну, потребляешь. И тебе уже не важно. Тебе должно быть вкусно, сытно, тепло, одето красиво. Развлекайте меня, пожалуйста. И вот, вот уже как. И опять же, мы возвращаемся, да, к чему? К этим венером, да? Палеолитические. Да, не, а палеолитическим, да? Что женщина, да, это тёлка. Вот, вот упрощённый. Упрощённый. Но это богиня всё-таки в палеолите, в верхней палеолите. Нет, подождите. Что навязывается? Упрощённая схема. Она, вот все американские вот эти вот фильмы, боевички, да? Они забиты стереотипами, которые вот просто пробивают мозг и агрессией. Да, да, согласен. И всё, и Боже храни Америку, как сказал Ельцин. Ну, американская мечта, велика американская мечта. Вот, который... И вот самое главное, вот уничтожение России, вот когда я открывал огонёк, обложка, да? Это распиленные наши самолёты. Распиленные военные самолёты, вот так вот. Вы отвлекаетесь, Сергей. Вот, понимаете? Вот к чему это приводит. Да. Ну, хорошо. Давайте мы тогда завершим эту часть нашего, как бы, экскурса. Так она немножко затянулась. И перейдём к художникам уже интересным, современным, которые сейчас нам покажут. Да, некоторые...